Дайте слово! На мой взгляд, очень важный вопрос, важную информационную повестку – это решение Конституционного суда Российской Федерации о рассмотрении дела об обращении жителей города Сыктывкара, которым всяческими путями пытались запретить проведение публичных акций и мероприятий в Сыктывкаре. Причем ссылались на формулировку, что в законодательстве Республики Коми есть ограничения по проведению публичных акций и мероприятий возле государственных учреждений, учреждений образования, культуры и спорта не ближе, чем 50 метров от входа в эти учреждения. Так вот, ссылаясь на эту норму в республиканском законодательстве, власти, естественно, по их мнению, законным путем несколько раз отклоняли эти публичные мероприятия. Люди, активисты обратились в Конституционный суд, и Конституционный суд поддержал инициативы жителей и призвал все регионы убрать этот пункт в региональном законодательстве об ограничении проведения публичных акций и мероприятий ближе, чем 50 либо 100 метров. В нашем случае в Кировской области действует законодательство на расстоянии 100 метров, поэтому, мне кажется, это важная инициатива, как она аукнется на местном региональном законодательстве, что об этом думают политические партии, и готовы ли политические партии вносить поправки в региональный закон об изменении этого пункта, который действует отныне, с 2015 года. Первым словом передаю Владимиру Костину, представитель фракции ЛДПР, законодательное собрание, депутат ЗАГС собрания. Спасибо, добрый день, друзья. Вопросов было задано много. Начну, наверное, с главного. Мое отношение и отношение партии ЛДПР к тому, что сейчас происходит, запрещает, фактически запрещают проводить митинги в тех местах, которые традиционно были определены как площадки для проведения митингов, публичных мероприятий. Например, я говорю о филармонии, возле которой партия ЛДПР традиционно проводила свои публичные мероприятия. Это неправильно, потому что чем больше запретов в части выражения мнения, тем больше люди хотят это мнение выразить. Это как, знаете, красная тряпка такая, в хорошем смысле. И не имея законной возможности сделать это, люди порой идут на нарушение закона. Вот кому нужны сейчас истории с московскими делами. То есть вот в Кирове люди более спокойные, они, может быть, слышат администрацию, идут в парк к Степану Халтурина митинговать, понимая, что, может быть, там их власть не услышит. Да, завтра люди захотят прийти на театральную площадь, которая запрещена для проведения мероприятий. Вот еще раз, зачем надо? Для меня ответ один. Власть не хочет слышать тех, кто выходит на митинги. А люди на минуточку на митинг вышли, потому что их в кабинетах не услышали. Вот они вышли на площадь, говорят, товарищи, мы есть, мы чего-то хотим, вот заявляем вам это, услышьте нас. А их отправляют в сквер к Степану Халтурину, где никого нет. В том числе, там представители администрации разного уровня туда не ходят на массовые мероприятия, опять же, смотрят, может быть, со страниц информагентств не более того. А там, может быть, информация, в конце концов, не полностью. Причем, мне кажется, что активисты, проводя это публичное мероприятие, хотят обратиться не только к власти, но и к другим жителям города Кирова, которые видят эту проблему и которые, может быть, не знают специфику. Давайте требовать то, что у нас, допустим, там не в полной мере выполняется. Конечно же, так, да. И поэтому прятать протест куда-то, вот я не знаю, подальше от города, это, ну, глупо, на мой взгляд. Потому что если проблему не решить, но запретить митинг по этой проблеме, проблема не рассосется сама собой. Поэтому само отношение к вопросу крайне негативное, запрещать нельзя. Да, конечно, бывают ситуации, когда, условно говоря, тот или иной митинг может повлиять на жизнь других граждан. Условно говоря, если мы завтра придумаем провести шествие, например, по улице Московская в 8 часов утра, мало кто оценит. Это тоже очевидно. Именно кому понравится. Да, поэтому, ну, для того, чтобы исключить совсем уж там неразумное проявление какого-то протеста, совсем избавиться от ограничений, наверное, неправильно. Но запрещать, еще раз говорю, целыми площадками вообще, вот это уж точно несправедливо и ни к чему хорошему не приведет. Что касается решения Верховного суда, будем ли мы как-то пытаться обжаловать, у нас есть постановление городской администрации, которое как раз-таки определяет границы допустимого проведения публично-массовых мероприятий рядом с объектами, в том числе культуры. Так вот, когда его принимали, мы уже были с ним не согласны. И каждый раз, пытаясь спорить, сталкивались с тем, что есть как будто бы какая-то федеральная позиция и все. Вот сейчас Конституционный суд свое определение вынес. Если недостаточно будет простого убеждения, пойдем в суд, опять же, опираясь на решение Конституционного, хотя у нас вроде бы как право-то непрецедентное, но Конституционный определил неконституционность, соответственно, даже без участия, скажем так, оппозиционных парламентских сил в регионах должны, опять же, свое законодательство поправить без нашего участия. Мне кажется, сейчас тот же Минюст должен озадачиться тем, чтобы поправить региональное законодательство и устранить все пробелы. Поэтому, если вдруг не будет сделано, конечно, будем в эту работу включаться. То есть, условно говоря, есть такое понимание, что этот региональный закон должен поправлять Кировский Минюст. Если Минюст не вносит поправки, то депутаты ЗАГС Собрания, по крайней мере, от фракции ЛДПР будут рассматривать вопрос о внесении поправок региональной законодательности. Да, Алексей, я не исключаю, что нужно будет править не столько региональное законодательство, сколько муниципальные нормативно-правовые акты, например, постановления городской администрации, о которых я уже сказал, которые ограничивают как раз-таки проведение публичных и массовых мероприятий рядом с объектами культуры, образования и так далее. Вот, возможно, нам нужно будет отменять вот это постановление и сделать это можно там силами, допустим, городских депутатов поднять проблему. Либо, опять же, выходить, может быть, в суд. Вот посмотрим на реакцию наших властей и будем принимать решение о необходимости, либо о ненеобходимости наших каких-то действий, связанных с изменением законодательства регионального. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы от фракции «Справедливая Россия». Я помню те времена, когда в 2017 году Кировская городская дума стала инициатором внесения изменений в региональный закон, инициатором законодательной инициативы в областное ЗАГС собрание о том, что как раз необходимо ограничить проведение публичных акций, мероприятий, шествий и демонстраций на территории государственных учреждений, стратегических объектов, вокзалы, автовокзалы, образовательных учреждений, культурных учреждений на расстоянии не менее чем 100 метров от входа в эти учреждения. Я помню, как мы с вами выступали категорически против, как мы голосовали против этой инициативы, но все-таки большинством этой инициативы была городской думой одобрена, направлена в ЗАГС собрание, и уже в ЗАГС собрание она была принята. Она была принята, поэтому сейчас она действует, собственно, вот тот документ, который был предложен Кировской городской думой, действует до сих пор на региональном уровне. Так вот, Владимир Журавлев, прокомментируйте свою точку зрения по этому решению Конституционного суда, как это решение может отразиться на политической или общественной активности в нашем регионе, в нашем городе, какие, может быть, мнения у людей есть, у активистов, будут ли они чаще проводить свои митинги, демонстрации, шествия. Я ведь не говорю, я не только говорю о том, что негативные, с точки зрения повестки будут проводиться мероприятия, ведь можно проводить теперь более обширные и позитивные мероприятия, и праздники, и какие-то фестивали устраивают, и народное гуляние. Поэтому, как, Владимир Журавлев, вы относитесь к этой инициативе? Будет ли, есть ли информация, будет ли справедливость вносить правки в региональный закон об этих ограничениях? Что думает Спридливая Россия? Ну, я бы вообще не хотел политизировать процесс деля на партии. Вот, например, с моими коллегами из оппозиционных партий и справящей партии мы часто очень находим общий язык. Хочу сказать первое, как юрист, правовед, теория государства и права был моим, ну, одним из самых любимых предметов юридической академии. И это маленький шажок, еще один. Что такое демократия в обществе, да? Это здание, которое состоит из миллионов, ни одного миллиона кирпичиков. И Конституционный суд, надо ему отдать должное, судям Конституционного суда проявил такую волю политическую в том числе, пошел впротив исполнительной власти, да, опять. Заявив и декларировав, и четко поставив на место всех, сказав, что Конституция превыше всего. Это еще маленький шаг к правовому государству, если убрать без политики. Хочу вот подчеркнуть многим слушателям, что вот сегодняшняя система политическая, четырехпартийная, парламентская, ну, она создана сознательно, да. Если бы было две парламентские партии, ну, например, вот, условно говоря, правящая какая-то, которая сегодня власть, неважно, как она называется, я говорю о системе. И вторая, например, там, либерально-социалистическая, ну, такая смешанная, потому что на этот запрос есть, то я уверен, что Единая Россия не была бы у власти, то есть была бы сменяемость, понимаете, да. То есть это заложено психологией человека, плохой, хороший. Ну, это бы ситуация была, когда четыре партии, ну, вот, например, взять Городскую Думу, там, предположим, если бы оппозиция не растаскивала голоса, ну, большинство было бы и в АЗС, и в Городской Думе у оппозиции. Что такое оппозиция? Мне нравятся слова юмориста Михаила Задорнова, который говорит, в правящей партии легко быть, что там, не надо думать, встал в строй, вперед, где не думает. Таков порядок любой правящей партии, я не отношу там к Единой России и так далее. А оппозиция это всегда белые вороны, но они в искусстве, в творчестве, там, в бизнесе, это все ведут. И посмотрите на личности оппозиционных всех партий. Это личности, это говорящие люди, это постоянно задающие вопросы. А вот партия власти независима от ее названия, она всегда будет немножко, ну, вот те люди, которые хотят там присосаться, там, чему-то не хватает, самореализации в том числе. Ну, вот это было всегда так и есть и будет. И, к сожалению, сегодня правящая партия формирует исполнительную власть, то есть это тот контингент, то там под красивым названием партийная дисциплина, когда люди просто забывают про совесть. Где у нас там все креститься стали, а где совесть, где душа? А это как раз вопросы морали, государства, общества. В российской культуре и философской, литературной мысли это широко рассматривается. Сейчас спроси любого единороса, скажи там, Достоевский, все будут хвалебны, оды, а вы читали вообще его? А вы задумывались в этом материале? Я считаю, что если бы люди думали и вот в этот процесс ходили бы, многие люди бы вели себя совершенно по-другому. Проблема правящей партии сегодня, которая очень долго находится у власти, независимо от ее названия, но сегодня она, это Единая Россия, в том, что там сформировалось, почему-то эти выступления есть. Что такое процесс митингов и несогласия? Это любой котел высокого давления, который знаком с техникой, это скороварка, это спусковой клапан, который позволяет вот этот воздух вывести. Почитайте политологов, они говорят, ну хорошо, если мы запрещаем людям митинговать, как они протестуют? Да они уезжают из страны, они уезжают из Кирова. Слушайте, если у нас такая власть, так ну вы идиоты, вас нужно срочно убирать тогда. Думать должны или нет? Поэтому, если бы и в правящей партии, и в исполнительной власти были люди, которые думали, они бы созидали, ведь цель в принципе у всех людей, которые находятся, движение вперед в развитии. Что такое митинг? Это несогласие с каким-то моментом. Какие у нас митинги были в последнее время, которые ЛДПР инициировал, коммунисты? Это то, что детские сады и места в школах. Слушайте, так это тоже конституционное право. Как мне некоторые чиновники говорят, покажите мне в Конституции статью, в которой говорится о том, что мы должны давать с трех лет. Ребята, с трех лет это у нас дошкольное образование, которое входит в систему образования, это в законе об образовании. У нас образование, всем говорю официально, начинается с трех лет. Смотрите, решение в том числе Конституционного суда. А у нас там три тысячи с лишним до сих пор не обеспечены. И все это сходит с рук. Вы что, президента не слушаете? Я бы вообще на месте президента рубил бы головы невыполнение. Так-то в 2012 году наш президент сказал, что с 1 января 2018 года все дети должны на всей стране учиться в одну смену и обеспечены местами. У нас закон наш областной 25 учеников в школе. Их сегодня 30 и сейчас начинается. Где в СССР, когда выступал кто-то, вот уважаемый коллега, их это не заботит. А президент сказал, муниципалитеты и местные власти за три вещи должны отвечать. Детские сады школы за образовательные. Второе ЖКХ, третья дороги. С ЖКХ у нас тоже вопросов много по тарифам, по всему остальному. И дороги, вот тоже нарекания там, разметка, все остальное-то находит. Вы руководите, если вы политическая сила, модерируете этот процесс. К сожалению, сегодня в ОЗС, хотя там депутатов всех оппозиционных, по-моему, 17 человек, да? 17. 17. Они модерируют процесс. Все сидят, как усевшись, и каких-то предложений. Ну, если официально, когда им говорят, кому-то поручают, там люди есть. Там есть люди умные, я очень многих знаю, со многими там приятельских у меня отношениях. Но они почему-то не высказываются. Слушайте, я бы не захотел быть в такой партии, потому что где я не могу высказать свою мысль. Потому что человек, хомо сапиенс, который думает, у которого что-то в голове происходит, он не может это не пытаться обсуждать. Мало того, так-то депутатов выбирают в том числе и граждане, и они ждут от тебя каких-то мыслей. А если ты сидишь, как индюк надутый, то, слушай, на грош тебе цена. Вопрос, будет ли справедливо Россия инициировать внести не в поправок в региональные законодатели? Хочу сразу сказать, что у нас, к сожалению, меньшинство, хотя в городской думе уже такой перевес 16 на 20, оппозиция и правящая партия. Я не называю там, я не считаю врагом единую Россию и так далее. Пройдет какое-то время, там, может быть, ЛДПР стать правящей партией, коммунисты там справедливо рассеять. Теоретически в нашем государстве это возможно. Проблема баллотизации, то есть вот зарастание вот этих процессов, заполнение этого пространства как бы недумающей массой, он происходит, ну, всегда это естественный процесс. В природе есть то же самое и у людей человеческих. Человеческая психология, она схожа с природой. Поэтому, наверное, мы посоветуемся с оппозицией, потому что нам всегда сложно, и мы в последние там, ну, лет, наверное, 8 находим консенсус, у нас нет, кстати, с ним вообще расхождения. Есть какие-то тактические вопросы, но стратегия вообще одинаковая. Можно смело объединять одну партию на оригинальном уровне, и тогда мы можем противостоять правящей партии. Я думаю, что мы обратимся. Тем более, я хочу назвать авторов вот этого закона в городскую думу, кто внесла, госпожа Щеголева и господин Перескоков. Вот отцы этой инициативы. Мы тогда, помните, с вами говорили, слушайте, ну что вы боитесь? Лучше работайте, чтобы не вызывать этот гнев. Почему вы ходите по детским садам, по школам? Да это законное право. Так-то я вообще удивляюсь администрации президента и его терпению. Головы должны лететь. Два года дает срок, даются деньги, не построили школу и детские сады, надо снимать за такую работу. К сожалению, этого нет. Валерий Басюк, представитель фракции «Единая Россия» в областном ЗАГС собрании, представитель комитета по законодательству. Валерий, вы вносили весной этого года инициативу об еще больше, скажем так, ограничении протестной деятельности, ну вообще любой уличной публичной деятельности и снизить вот это расстояние от входа в публичные учреждения, государственные учреждения, учреждения образования, культуры до 50 метров. Ну вот тогда эта инициатива, насколько я понимаю, не прошла. Какое у вас мнение по поводу вот этого решения Конституционного суда? Стоите ли вы все равно на той позиции, чтобы все-таки как-то законодательно ограничить выступления граждан на улицах, будь то позитивная повестка, будь то негативная повестка? Добрый день. Начну с того, наверное, что коллега, представитель партии «Справедливая Россия» в самом начале своего выступления оговорился, что не хотел бы политизировать ситуацию. Ну, я практически ничего не услышал именно по отношению к этому решению Конституционного суда, нашему региональному законодательству, а наоборот получилось, что все политизировано. Вы прослушали. Всегда один Алексей не слышал. Оценка работы в органах власти, местного самоуправления. Я все достаточно хорошо услышал и хотел бы именно свести свои рассуждения к теме нашей сегодняшней беседы. К теме, да, сегодняшней беседы. Как вы сказали, это восприятие отношения к недавно состоявшемуся решению Конституционного суда. Каким-то образом это отразится, повлияет или нет на развитие нашего регионального законодательства. Вот об этом хотел бы в первую очередь и поговорить. Что касается соотношения этого решения Конституционного суда, где, в принципе, в итоге решение принято по двум моментам. Это площадь, на которой региональные власти Республики Коми запретили, в общем подходе запретили проведение публичных мероприятий, а также вот та позиция, когда не ближе 50 метров был наложен, как это, запрет, не запрет, ну вот установлено... Ограничения. Да, ограничения. Проведение проведения публичных мероприятий не к зданиям, где расположены там вокзалы, аэропорты, какие-то учреждения культуры, детские учреждения, а органы власти. Органы власти, органы местного самоуправления, суды, прокуратура, органы правоохранительной системы и так далее. Давайте не будем путать, если мы уже говорим о каких-то вещах, имеющих юридическое значение и последствия, вытекающие из этих значений, то давайте будем говорить предметно и правильно. Об этом именно идет речь в решении Конституционного суда. Что касается проведения и ограничения со стороны органов местного самоуправления публичных мероприятий, вы говорите, там 100 метров, да, до как раз вот этих учреждений, начиная с вокзалов, аэропортов и заканчивая детскими учреждениями, учреждениями культуры, то это отдельный блок из федерального законодательства. Это предусмотрено федеральным законом. И это все у нас прописано фактически один в один в региональном законе, в региональном законодательстве о проведении публичных мероприятий. И совершенно в соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления предоставлено право принимать решение об установлении этого расстояния. Причем не просто так, что кому-то там понравилось 50 метров, а кому-то 100 метров, а они это вправе делать с учетом других нормативно-правых актов, которые регулируют отношения в сфере землеустройства, землепользования и градостроительства, вот давайте мы посмотрим эти решения органов местного самоуправления. Если они выходят за пределы того, что им предписывает региональная законодательство, ну тогда будем, наверное, говорить, надо отменять, не надо отменять. То есть, на мой взгляд, все, что сегодня происходит, оно находится исключительно в рамках правового поля. А если мы будем рассматривать наш региональный закон о проведении публичных мероприятий, то предметы сегодня, для того, чтобы обсуждать, надо вносить какие-то изменения, не надо, нет. Потому что те позиции, которые установлены и определены как неконституционные из регионального законодательства Республики Коми, они у нас не прослеживаются в нашем региональном законодательстве, их просто нет. Об этом нет речи. А раз нет предмета, то и нечего обсуждать. Вот что я хотел бы сказать на сегодняшний день, на день нашей с вами встречи, нашей с вами беседы. Всё понятно. Алексей Вотинцев, представитель фракции КПРФ в Кировской городской думе. Как КПРФ относится к той ситуации, в которой складывается наше региональное и муниципальное законодательство в плане проведения публичных акций и мероприятий? Готова ли КПРФ увеличить свою публичную активность на улицах города и муниципальных образований Кировской области? Если вот эти ограничения, скажем так, будут демонтированы или как-то изменены, в том числе по решению Конституционного суда, как КПРФ относится к этой инициативе? Вы понимаете, инициативы бывают разные. Давайте в корне проблем разберёмся. Прежде всего, я несколько посылов хочу сказать. Первый посыл. Права не берут, вернее, права берут, их не дают. Поэтому всегда надо добиваться. И Конституционный суд показал, что он в определённой точке зрения стоит на позиции людей, которые хотят выразить своё мнение. Тем более по политической повестке дня. Вы знаете, то, что происходит последние несколько лет, это фактически наступление на экономические и политические права граждан. Постепенно власть всякими подковырками, всякими своими какими-то там обманками пытается загнать население в какое-то прокрустного ложа, как-то его обобрать, обграничить, ещё что-то сделать. А власть, сами понимаете, её задача сохранить свою власть и сохранить своё господство. Фактически, пользуясь вот этим своим преимуществом, монополизмом, может быть, на политическом поле, она вот эти все вещи проводит. Притом всё прикрывается, конечно же, какими-то там особенностями законодательства, притом самими же инициированными. Вы знаете, что последняя идёт тенденция обсуждения ближайшей выборы в Государственную Думу, как они будут. Опять власть думает свои какие-то новые схемы, ещё чего-то. А самое главное, чтобы не допустить к власти слои народа, протестующие, те, которые не согласны с существующим положением дел. Я, например, приветствую решение Конституционного суда, и оно было не единственное, потому что в мае этого же года было принято другое отмена ограничения о том, что власти ссылались на то, что организации или субъекты, которые подают право на проведение митингов, не могут обеспечить общественную безопасность. Понимаете, власть постепенно понимает, что нельзя так тупо, топорно ограничивать политические свободы граждан, и надо, и хорошо, что Конституционный суд стоит на позиции народа. Ну, сами я уже сказал, что права не дают, вернее, да, права надо брать, права надо защищать. Протестная активность, она будет усиливаться, потому что, ну, все тенденции показывают, что политическая ситуация в стране ухудшается. Власти и те круги, которые эту власть, как сказать, финансируют, держат и поддерживают, они не готовы делиться своими какими-то привилегиями и всем остальным. А народ требует национализации, народ требует прогрессивной шкалы налогообложения, то, что вот называется и прописано в нашей Конституции как социальное государство. Вот коллега Журавлёв сказал, что на муниципальном уровне должны быть дороги, там, образование. А возьмём тоже ФРГ, та, которая страна первая прогласила социальное государство. На федерации как раз водоснабжения, то есть коммунальные услуги, на федерации дороги, на федерации образования. То есть наоборот всё происходит. А у нас декларируется одно, а делается совершенно противоположно. Бесфинансировано, без всего, сбрасывается на низ, на муниципальный уровень. Много полномочий, которые не обеспечены ничем. Занимайтесь, ковыряйтесь там в своей песочнице, а мы будем что угодно там творить, делать. Понимаете, это всё тоже не проходит бесследно. Народ это понимает. А тем более форма митинга, форма политические акции, это прежде всего прямая демократия. Форма прямой демократии. Не представительной, как Дума, там, парламент, а именно прямой. Народ имеет право выходить на площади, имеет право высказывать своё мнение. Это право дано именно, как сказать, современными всеми политическими институтами в мире, международным законодательством, российским законодательством. И я считаю, что просто вот эти тенденции, которые сейчас происходят, они должны наоборот, давать больше преимуществ именно для народа, для избирателей, для простых граждан, для всех политических субъектов. Но самое важное ещё в этом отношении, то, что давая это право, власти должны всегда учитывать, не просто так отпахиваться от мнений людей, а учитывать то или иное мнение народа, которое на этих митингах высказывается. И наоборот, не ограничивать, а наоборот, идти к людям, разговаривать, общаться. А сейчас вроде бы та же партия власти пропагандирует какое-то общение с народом, проводит какие-то гражданско-патриотические акции, ну, того же 4 ноября. Ну, посмотрите, сходите и поговорите с людьми. Добровольно-принудительно все туда пригнаны, и они показывают добровольно-принудительную демократию, так называемую суверенную демократию. Ну, сами понимаете, то же самое. Любая демократия, она не может быть суверенной, господской по позволению. Она или расширяется, или добивается каких-то политических, экономических прав, или же нет. Или же власти, наоборот, закручивают гайки, увеличивают свои какие-то, ну, антидемократические механизмы. И я считаю, что сейчас главная задача, чтобы этот процесс продолжался. Пожалуйста, давайте, создавайте прецеденты, политические силы, выдвигайте, проводите мероприятия. Потому что то, что сейчас происходит, даже вот в районных центрах, это же все при Никите, либерал-губернаторе, который на словах говорил о демократии, а он этот закон вел фактически, он пошел на поводу, он стал ограничивать эту демократию, хотя декларировал одно, а делал совершенно другое, понимаете. Нельзя так в политике быть, говоря одни слова, а делать совершенно другие. Потому что власть видит, что народ уже не на ее стороне, народ совершенно отворачивается от власти. Что делать? Или закручивать гайки, или же давать свободу. Они хотят, чтобы сохранить свою власть, закручивают гайки. А это я считаю, что просто так, вот правильно, пар, он просто так не выходит. Обычно или взрыв, или же что-то такое, очень серьезное. Мы не хотим, чтобы вот этот взрыв, он погубил все, что можно. Мы должны, наоборот, все права, все свободы граждан развивать и поддерживать. И прежде всего, право на социальную защиту, право на политические и гражданские свободы. Это самое важное. Но те же самые права на проведение собраний, это в 1905 году царь впервые дал, потом, конечно, забрал, как всегда это бывает. Но нельзя повторять эти ошибки, потому что, если будут повторять, власть просто будет сметена и останется в аналах истории, так скажем. Все, спасибо. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Позволю себе зачитать выдержку из решения того самого Конституционного суда, о котором мы сегодня говорили. Позвольте еще пару слов. Да, пожалуйста, буквально. Тогда всем по паре слов. По паре слов буквально, каждому по 10 секунд. Я могу не сказать. Вы знаете, не стал говорить в первый раз, когда мне было предоставлено слово. Ну, послушав коллег, хотел бы вот что сказать. Вот с подачи коллеги, представителя «Справедливой России», вот все время нашей короткой передачи пытался представить себя надутым индюком. Вот как-то так и не получилось, поскольку представитель от «Единой России», я тут один, поэтому воспринял на себя. А с другой стороны, давайте посмотрим на дела, ведь уже об этом несколькими говорим, если мы это обсуждаем, то посмотрим на дела. А что сделано было, а что делается, и что будет сделано. Впредь, ведь болтать это не мешки таскать. И еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня действующий региональный закон не отбирает никаких прав. Он дает эти права. Согласно федеральному и региональному законодательству, у нас есть отведенные места, где определено проведение публичных мероприятий. Если брать административный центр субъекта, город Киров, это как раз таки тот сквер, который находится на перекрестке улиц Казанской и Московской, рядом с памятником Степану Халтурину. И в каждом муниципальном образовании эти места, отведенные, они имеются. Поэтому право есть. Наш закон сегодня полностью соответствует федеральному законодательству. Владимир Костин. Простите, простите за сарказм. Что-то я сейчас ни слова в Конституции про сквер Степана Халтурина ни слова не нашел. Там есть положение о том, что граждане имеют право проводить мирные шествия, митинги и пикетирования. А вот о том, что там где-то мы должны согласовать с кем-то, еще там 10 раз подумать, а не прилетит ли нам административный штраф, ничего не нашел в Конституции, Юрий Леонидович. Может, вы меня там просветите, где отсыл на то, что нужно согласовывать с администрацией есть, его нет. И еще пару строк по поводу того, что ничего не ограничивается. А вы, и опять же, сколько сделано? А вы сходите на один митинг и послушайте, например, мам, чей ребенок в 4 года в детский сад пойдет. И им объясните, сколько сделано. Они вам скажут, сколько еще не сделано. И вот тогда, опять же, будет у нас и демократия. И, наверное, когда все будут работать на своих избирателей, у нас необходимость в митингах пропадет. Владимир Журавлев, Спрелев, Россия. Ну вот я, слова, знаете, тоже сарказмом, господин коллега Басюк сказал, работать не мешки ворочать. Совершенно верно. Единая Россия у нас у власти. Нет, я сказал, болтать не мешки таскать. Хорошо. Болтать не мешки таскать суть одна и та же в филологической точке зрения. Смотрите, да, Единая Россия у власти коллега Басюк несет. Вы несете ответственность за то, что нам сегодня не хватает детских садов, президент говорит, это в Конституции записано. Школ не хватает, переполнены школы, в три смены учатся. 70% школ, официальные данные в городе Кирове, да, с дорогами, с ЖКХ, с тарифами. На следующий год вы опять пробили тариф сверх норматива. Президент говорит, 4,2, мы 7,6 проголосовали. Безусловно, несем ответственность, от ответственности не уходим. Так, слушайте, наказание не хочется сказать. Нет наказания. Господа, сегодня не совсем другая. Болтать не мешки таскать. Вот, коллеги Басюку, в нашей теме передачи это решение Конституционного суда. Вот три задачи, которые вы ставите. Я позволю тебе... Акрасно, керевиная Россия и делает дело. Да, 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 в результат посмотрите. Буквально одну секунду я прочитаю решение Конституционного суда. Это выдержка. Предусмотренное Конституцией право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования является одним из основополагающих и неотъемлемых элементов правового статуса личности в Российской Федерации. Вот это решение как раз Конституционного суда, это выдержка из этого решения. В этом решении постоянно говорится о том, что у каждого гражданина Российской Федерации есть право на высказывание своей точки зрения. Пускай она публичная, пускай она негативная либо позитивная. Вот на этих словах позволю завершить нашу передачу. К сожалению, время у нас слишком ограничено, а темы бывают очень интересные. Поэтому, уважаемые радиослушатели, спасибо, что были с нами. Уважаемые господа, всего доброго. Всем доброго дня. Дайте слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова